Привет, друзья! С вами Виктория. Сегодня у нас блюдо из тыквы. Тыква очень универсальный овощ, из него можно приготовить и завтрак, и обед, и ужин. Я же предлагаю вам тыкву в духовке, фаршированную с мясом. Очень вкусное, сытное блюдо. Для приготовления нам понадобится сама тыква, картофель, мясо у меня свинина, морковь, чеснок, лук, лук-порей, сливки, растительное масло, специи и зелень. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. И сразу не забудьте подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. На моем канале есть рецепт суп-пюре из тыквы. Очень интересный и вкусный супчик, очень вам рекомендую. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Но давайте же скорее готовить. Сначала займусь мясом. Мясо нарезаю на мелкие кубики, солю, перчу, поливаю немного растительным маслом, добавляю кориандр, паприку, мускатный орех, немного сушеного чеснока и все хорошо перемешиваю. Конечно же специи вы можете брать на свой выбор, на свой вкус, те, которые вам больше всего нравятся и подходят. Оставляю мясо мариноваться и пока займусь тыквой и овощами. Тыкву хорошо моем, срезаем шапочку, срезаем вот таким образом и вырезаем серединку. Затем вытаскиваем серединку и убираем все семена из тыквы. Семена из тыквы я рекомендую промыть, просушить и они очень полезные. Можно их использовать или просто кушать так. И затем займусь другими овощами. Мелко нарезаю лук-порей. Лук-порей очень вкусно сочетается с тыквой. Нарезаю лук, нарезаю морковь и нарезаем зелень. У меня петрушка. Очищаю и нарезаю картофель. Затем наливаю на сковороду немного растительного масла и буду обжаривать сначала лук и лук-порей, а в другой сковороде буду обжаривать картофель. Немного помешиваем время от времени. Затем к луку и луку-порей добавляем мясо. Хорошо перемешиваем и продолжаем обжаривать. Обжаривать овощи нужно обязательно, иначе они не пропекутся в тыкве. Тыква выпекается долго, поэтому овощи и мясо нужно обязательно обжаривать хотя бы до полуготовности. Я рекомендую обжаривать полностью. Затем приготовим заправку. Для заправки нам понадобятся сливки, чеснок, специи и кипяток. Смешиваем кипяток со сливками, солим, перчим, добавляем паприку, хорошо перемешиваем, добавляем зелень и выдавливаем чеснок. Все хорошо, тщательно перемешиваем. Заправка готова. Все овощи готовы. Смазываем обильно тыкву растительным маслом и начинаем фаршировать. К сожалению, у меня каймера не засняла. Все овощи, как я фарширую, но очередности здесь можно не соблюдать. Просто выкладывайте картофель, мясо, морковь, лук, лук, порей. Все вместе. Вот так. И время от времени заливаем заправкой. Вот так хорошо все немножко утрамбовываем и закрываем крышечкой. Тыкву нужно хорошо завернуть в фольгу, чтобы она хорошо была завернута со всех сторон в фольгу. Духовку я предварительно разогрела до 200 градусов и буду выпекать тыкву в течение полутора-двух часов. Овощи у меня еще остались. Выкидывать, естественно, я их не буду. Также у меня осталась мякоть от тыквы. Я беру горшочек и выкладываю оставшиеся овощи и мясо в горшочек. Все заливаю оставшейся заправкой и также ставлю выпекаться вместе с тыквой в духовку. Конечно же, горшочек запекается намного быстрее. Учитывайте и не забывайте это. В каждой духовке выпекается все по-разному, поэтому смотрите сами. Время от времени можно доставать и смотреть. Тыкву можно протыкать ножичком и смотреть. Если она уже мягкая, значит, все готово. Горшочек у меня запекался примерно минут 45-час. Тыква же у меня запекалась почти что 2 часа. Но вы, может быть, можете запекать немножко меньше, может быть, полтора часа. Это еще зависит от сорта тыквы, от того, какого она размера и от духовки, конечно же. Посмотрите, какая красота получилась. Пахнет очень-очень вкусно, очень красиво и полезно. Сейчас я вам тыкву разрежу и покажу, какая она получилась внутри. Овощи, печеные в тыкве, получаются с особенным, очень ароматным вкусом. Смотрится все очень красиво, получается очень вкусно. Такую тыковку стоит попробовать обязательно. Очень рекомендую вам этот рецепт. А если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите мне свои комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!